ну и хочу рассказать по поводу бумажных полотенец вот эти полотенца бумажные мы взяли фикс прайсе такое барахло но для начала я хочу с вами поздороваться здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки как дела девочки привет волка вы рассказываете теперь про полотенце привет всем напомнишь мы были фикс прайс ну да ты такая классно классно такой большой рулон прям хочу хочу люблю люблю ну да нас спросили о том века почему вы не покупаете бумажные полотенца фикс прайсе мы с тобой решили заехать фикс прайсе было три фирмы одна вот так папе он наверху лежит мы в ленте и берем и вот папе вот в ленте берем прямо толстая по сравнению с да но папе и вон есть такой момент они коротенькие мы используем их крайне редко и экономно да а для бытовых вот удобен конечно полный такой лист но настолько тонкий посмотрите мне рука даже просвечивается и помните есть такие рецепты да промойте печень и промойте курицу обмакните бумажными полотенцами насухо друзья я помыла колбасу я собственно говоря это и хотела показать помыла колбасу вот это все прилипло разлезлась посмотрите полотенце бумажные качественные не должны себя вот таким вот образом вести причем я постаралась чтобы стекло хорошенько чтобы все это дело ну не прям вот совсем мокрую сразу в полотенце нет но вот так бумажный полотенце даже не должны вести там было всего лишь три фирмы папе а вот эти и еще какая-то но еще какая-то вся упаковка была вот так вот смята тут смята здесь они как-то надорваны я не знаю как их везли как их так мучили и терзали но вот настолько тонкая ерунда тоньше туалетной бумаги я не знаю просто поэтому знаете вот я привыкла в ленте брать и даже брать если фирма лента они такие плотные жаришь котлеты еще что-то готовишь ими можно обмакнуть они не рвутся а это просто в труху взяла второй в два слоя сложила второй раз вот просушить потому что ну ну так не делается ну конечно они уже он полусухие все впиталось там порвалось но нет качество таких салфеток фикс прайсе меня не устраивает я больше брать их точно не буду даже при той стоимости ну не знаю разве что брать их для того чтобы а знаете когда хлеб мы убираем в пакет или вот какие-то вещи чтобы собирала конденсат но не соприкасалась с влажной поверхностью потому что ну это беда не так не должно быть и заодно покажу вам уже игорь отдал заказ у нас ездил с утра вот такие вот сертификаты мы напечатали плотные плотные смотрите качество печати какой это цифровая печать печатает машина коника минолта бумагу туда загружается 350 грамм очень толстая мало кто из компании из типографии может так печатать именно на такой плотной бумаге я вам показывала все это дело в макетах да а теперь я вам показываю как это выглядит в реале вот такие симпатичные по моему очень даже красивенько и качественно вот в этом заключается моя работа придумать нарисовать и реализовать так что все отдали заказчику я надеюсь заказчик доволен и все хорошо потому что когда отдавали и он еще не приехал и для примера для портфолио мы свою работу отложили чтобы лежала у нас и показывать другим заказчикам варианты какой печати какой продукции мы умеем и можем и предлагаем изготовить саша решила проверить лайфхаки инстаграм пикник с маршмеллоу да и сразу горячий в рот тут надо целую эту газовую горелку все запахло сладким знаешь как сладкая вата пахнет ну в общем ждем огонь так обходит слышишь туда туда уходит пойдет пойдет лайфхак удался да у саши у саши здесь маленький пикничок ты пытаешься жарить его ну полдня в разъездах саша сзади там вынимает учебники пришлось загрузить целый багажник этими учебниками им выдали в школе так что она сейчас выгружает все это вон дело куча просто куча так ну а мы дальше поехали полдня в разъездах у нас вечер и вечер у нас ужин с блинцами будете спрашивать что вика сама приготовила нет девочки не сама для меня приготовила это все я гермолина нет не рекламирую вот честно не рекламирую так надо снять скафорки просто когда некогда когда некогда когда лень мы эти блинцы разогреваем и нормально разогреваю их обязательно на сковороде мне не нравится в микроволновке вот с вишенкой еще здесь еще с вишенкой я почему-то думала что у нас остались блины только с творогом но сейчас вот разогреваем и мне такое ощущение что пахнет немножко фаршем мы оставались только с творогом с фаршем мы уже давно все съели сейчас посмотрим не смотрим нету этот с творогом ну может какой то знаете затесался с фаршем ой надо ножи точнуть там декорочка плохо режется не знаю но почему то что то пахло именно как с фаршем ну что дорогие друзья нам приятного ермолинского аппетита это и вам тоже всем кто сейчас завтракает обедает или ужинает доброе утречко понедельника смотрите какая у нас погода льет всю ночь гром молнии вот так все это дело выглядит вот такая у нас погодка в понедельничек гремит конечно от души о еще усиливается больше и помеюшку мою трясет и помеюшку мою все гремит все льет вон там уже река образовалась там вон фуры стоят в лужах у природы нет плохой погоды друзья пол третьего и вот это вот с утра с ночи но ночью не так сильно было конечно как сейчас с утра польет и льет представляется но сегодня по ходу весь день такой будет мокрый дождливый ладно сим сим там льет сим ну там льет а я приступаю к приготовлению паштетов отработки рецептуры да 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 друзья куриная индюшачья я приступила уже к приготовлению вот показываю ингредиенты частично остальные не буду показывать секрет фирмы друзья здесь в ледяной воде фильтрованной лежит печень индейки здесь куриная я сейчас буду уже ей заниматься здесь вот часть того что я вам показываю остальное я не показываю секрет фирмы секрет рецептуры покажу потом уже результат ну что я завершила сделала в общем я как говорила в детстве пашкет угадайте где из индюшки где из курицы но если вы внимательно смотрели вы узнаете где друзья мы сейчас в ленте и нам как-то советовали этот кофе смотрите у него сейчас стоимость такая хорошая практически нам еще рекомендовали чистую арабику но мы не можем крепкий пить кофе как вы считаете вот арабика вот эта хорошая вкусная а вон еще есть вакууми вообще отличные конечно скидки хотелось бы попробовать этот кофе как он вкусный невкусный напишите мы приехали в больничку всем привет кстати да не ожидали да кто-то сегодня здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет волкам а мы вот ездим свекули туда-сюда этот что еще хотел тоже сразу же попутно вам сказать расскажу ли сделать что ты эти маски ну это капец а уроки у нее теперь я не знаю вика говорила нет уроки у саши начинаются 8 часов ровно но без десяти уже надо быть в школе а в идеале без пятнадцати это значит мы теперь в школу будем ездить выходить из дома в половину восьмого на другой то есть в 7.30 это в 6.30 нам надо встать и в 7.30 мы это то есть на полчаса все сдвинулось ну мы в общем на час на два наверное сдвигаем наши вечерний график тогда не знаю и самое интересное что у нее получается завтра 4 урока всего ну поначалу они сейчас расходятся плюс я говорила о том что не весь преподавательский состав в сборе в нашей гимназии в нашей школе поэтому ну как то так вот а сейчас мы приехали в больницу александру передаем передачку в четверг его выписывают ну повидаться там не получится повидаться не получится да через стол заказов я сейчас все передам и иду туда ой какая ива красивая я уже не видела что она так возрослась в общем идем туда и потом до дома мне надо домонтировать в ложек на ней немножко поработать я говорю поработать ладно почесала пошлите в больницу вот про эту ива я говорила красивая правда ну конечно не совсем такая как на юге прям совсем на юге очень красивые да и на украине тоже помню плакучие ивы вообще шикарные чешем в больничку народ на улице без масок но маска у меня с собой уже когда подойду конкретно туда крылечку масочку уже одену дышать конечно тяжело уж это порчится но не сами в курсе от этого всего ой здесь даже ворота открыли надо же почему интересно ну ладно просто так можно значит так нужно а здесь да раньше вот здесь в ОКБ тоже была стояночка но ее убрали как стоянку она больше не функционирует потому что чтобы выхлопные газы не мешали больным которые лежат в стационаре вот это целый стационар а там дальше онкоцентр вот я завтра туда иду получается мы с Сашкой здесь лежали и там с другой стороны вот ну понятное дело разрушается это здесь стоянка но она по факту и не нужна и вот наша больничка в этом году как-то тут цветы не высаживали обычно здесь цветы высаживают очень красиво но сейчас вот как-то так наверное буду одевать маску вот здесь написано видите биологическая опасность это инфекционное отделение то есть вот с этой вот стороны эта инфекционка собственно говоря сюда ковид не возят а я лежала вот на этом первом этаже и мне очень все хорошо было видно сюда кого привозят сколько и как так что вообще по сути инфекционное отделение не должно находиться в центре города такие отделения выносят ну ближе к окраинам то у нас как видите все в комплексе комплекс больницы и так все это дело выглядит ну все я уже пришла сейчас передам и все передачку код для пациентов без признаков гриппа и уровень все отдала все там записали мне даже моя бумажка не понадобилась пишут на свою бумажку на столе заказов есть список пациентов каждого отделения в списке нашли Александра выписали бумажку на свою и прикрепили так что сейчас немножко иначе стол заказов работает чем раньше смотрите какая красота ой какая пихточка вот такую иметь во дворе и наряжать на новый год не пилить не ставить ее живую в квартире или в доме а можно еще знаете как делают в бочке выращивают ого какие грибы в бочке выращивают смотрите кто-то спрашивал про грибы вон грибы и вот какие красивые грибочечки обалдеть да вот неожиданно вон там еще ну понятно это несъедобные вот их здесь куча кучи ну понятно что это поганки хотя вот там березы осины там может быть и настоящие вот это красавцы грибы да ай друзья друзья пока что тепло спасибо конечно природе погоде за такое хорошее первое сентября теплое вчера да можно уже снимать вчера лил дождь да не просто дождь а грозы молнии гремело грохотало с утра и до вечера вот тут какие то тоже вон 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 но грибов в этом году очень много вообще очень очень много и со мной Татьяна моя подруга и мы она у нас на канале пишет комментарии в общем она поделилась местечком грибным и я вчера хотел съездить но извините меня как вчера можно было съездить когда гроза была весь день до вечера до семи или до девяти уж не помню как то так представляете так что никаких грибов у нас собрать не получилось а в понедельник как раз все на работу скажем так хороший день вот здесь могут быть какие нибудь грибочки на самом деле какие нибудь красноголовики или подосиновики но не знаю в черте города грибы все-таки нет они себя впитывают много свинца и выхлопных газов всего этого то есть они скорее опасны для здоровья чем полезны друзья сделав вот наполнив корзину продуктами ну мы взяли капусту взяли наборщик здесь говядина индейка была по скидке макфа по скидке молоко по скидке капусту взяла салфетки колбаса вот это не знаю кто то вот советовал ее попробовать я конечно сомневаюсь в ее молочности и натуральности но она по скидке хорошие в два раза практически мы решили взять по 179 рублей килограмм я не думаю что мясо будет столько стоить дальше взяли нашу обычную эту лентовскую сервелат которую берем стали сейчас опять брать одно время она нам прямо надоело но прошло полгода даже больше и мы стали снова брать hcf по скидке салфетки взяла фэри по 99 рублей и в общем чтобы подбить итог и понимать насколько у нас корзина вышла мы в ленте подходим вот к таким вот адаптерам и по штрих-коду все подбиваем на калькуляторе и в общем мы сейчас подбили у нас вся покупка 2334 вот эта вся покупка на 2334 рубля так что судите сами по стоимости продуктов в Ханты-Мансийске на севере это с учетом с учетом того что на большую часть товаров были скидки и приличные вот как то так друзья калькулятор калькулятор Наши скульпан по